Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И очисти нас от всякой скверны И спаси благой души наши Господи, молим Тебя, благослови наши занятия, не допусти нам уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания смысла Просим также сохранить нас в любви, согласии и единомыслии по Слову Твоему Тебе же славу отсылаем Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и всегда и во веки веков Аминь Субтитры сделал DimaTorzok Микрофоны, пожалуйста, проверьте, выключите микрофоны Номер 1 Во имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь Сегодня 1 января 2020 год Послали к римлянам 13 глава, 1 стих Всякая душа да будет покорна высшим властям Ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены Толкование Предложив слушателям достаточно наставлений касательно нравственности И научив их быть благосклонными даже к врагам Предлагает и Настоящее увещание, научая всякую душу Хотя бы кто был священник, хотя бы монах, хотя бы апостол Подчиняться начальникам Ибо подчинение это не подрывает благочестие А предлагает это увещание апостолов с целью показать Что Евангелие учит не измене Или не повиновению начальству Но благородному образу мыслей И повиновению Что ты говоришь? Неужели всякий начальник поставлен Богом? Не то говорю я Отвечает У меня теперь слово не о каждом начальнике В отдельности Но о самом начальстве То есть начальство Что они начальствуют, а другие подчинены И что нет смешения между высшими и низшими Это я называю делом премудрости Божией Что они из начальства, а не то есть начальства Приглашение неправильно начал Да, благодарю Что есть начальство, что одни начальствуют, а другие подчинены И что нет смешения между высшими и низшими Это я называю делом премудрости Божией Ибо не сказал Нет начальника Но нет власти не от Бога Поэтому говорю Рассуждает о самом предмете О начальстве Подобно сему Когда премудрый говорит Разумная жена от Господа Притча 19.14 Высказывает не то Что Бог соединяет каждого Вступившего в брак Но то Что брак установлен Богом Итак Все власти Какие бы ни взял в рассмотрение Отца ли над сыном Муж или над женой Все ли прочие Даже те, которые существуют Между животными Например, между пчелами Журавлями, рыбами Все установлены Богом Пожалуйста Вопросы Ну значит начальник Может быть вполне и не от Бога Вполне Да Но сам принцип Вот это единачалие Это от Бога Да Но дело такое Начальник Вот это Эти стихи Самые любимые были У безбожников Есть власть А есть антивласть И мы сейчас увидим Для того Власть нужна Чтобы одобрять доброе И ненавидеть злое Но если эта власть Начинает убивать Подряд всех Это не власть Это попущение Божие А какая же это власть? Иначе мы Тех, которые были В Майданеке Освенцами Которые ГУЛАГ устроили Это что, власть? Какая власть? Раскулачивание Самых лучших Крестьян Которые кормили страну И вдруг Всех начали Уничтожать Когда чаще Спросил Сталина Во что Обошлась коллективизация Он говорит Растопырил пальцы И выкинул вперед Десять А на самом деле Двенадцать миллионов Погибло Мы же ничего Не умеем делать Потому что Выхнистали Строй за строем Дворянство Под корень Священство Под корень Казачество Под корень Все абсолютно Остальных Выслать Взять Заложники Самых знаменитых людей Хоть одного Тронете Нашего Триста человек В Санкт-Петербурге Сидят И какой-то там Пробрался От Финляндии Ну и когда Они там Вели совещание Бросил гранату И опять удрал А этих Триста человек Профессора Лучшие люди Купцы были Всех казнили Они никакого Зла не делали Это Заложники Какая же это власть Поэтому Рейган Не зря назвал Империя зла Империя лжи И она рухнула И не надо жреть Так что Она Носит меч Рубить добрым головы Сейчас-то мы Свободно Собираемся Если бы та власть была Я бы из тюрьмы Не вышел В лагере не создал Деревни бы не было Приезжать Креститься Не было Книги не написал бы Интернета У нас бы не было Телефонов не было бы Как в Северной Корее Если обнаружили телефон Повинен смерти Железный занавес Какая же это власть Батюшки бы тоже не было Так, все Благодарим Понятно, что Речь идет О О том, что Власти установлены От Бога Сама структура Сама иерархия Это Богом Установлено Еще раз повторю Что не всякий Начальник От Бога Не всякая Власть От Бога Конкретная Социалистическая Коммунистическая Власть Но не от Бога Попущение Божия Правильно Игна Тихонич Разъяснил Вот Так Ну вот На сегодняшний день Вот этот принцип Власти Тут перечисляется Значит Мужа над женой Отца над сыном Этот принцип Божественной Иерархии Сегодняшние Думы Хотят Протолкнуть Закон О домашнем Насилии То есть Под видом Защиты От Домашнего Насилия Могут Легко Этим Законом Воспользоваться И добрые Головы Рубить Как было Когда-то У них есть закон Они в любую Семью Врываются И все И семья Пропала Добрых людей Посадили Детей Отобрали Какая же Это власть Безбожная Власть Безбожные Законы Поэтому Такой власти Противиться Не надо Почему Ни одного Мусульманина Ни одного Ребенка Не забрала Эта ювенальная юстиция Все Ты опять Палку перегибаешь Что ты опять На эту власть На нашу Которая Сегодняшняя Это нормальная Власть От Бога Ты слушаешь Звон И ничего Не понимаешь Я смотрю Опять Долдунишь Своё Я молюсь За эту власть Поэтому Пока Они еще Не врываются В семь Бигнам Но В Европе Это уже Протолкнули Понимаешь Если ты Спишь Ничего Не видишь Я же Не виноват В этом Давай Начинай Дальше Еще Что еще Были Такие Что И ту Власть Безбожную Защищали И эту Ее надо Критиковать Помогать А так Что Хорошая Хорошая Все хорошие Я не говорю Что она Хорошая Я тебе говорю Что не об этом Сейчас разговор Гнать Игнач Вел Есть антивласть А есть власть Сейчас власть Коммунисты Были антивласть Анти И власть Немножко Соображай О чем Речь идет Причем Сейчас Ты Опять На сегодняшнем Все Сваливаешь Ну Попытаюсь В западных Странах Везде Всегда Была Власть Там Не было Антивласти Немножко Там Пришли Во время Французской Революции И то Антивласть Они захватили Чуть Чуть Только Они попробовали И не смогли Антивласть Только у нас Была В России Больше Нигде Ее не было Почему Она и достойна Такой участи Римлянам 3.2 Посему Противящейся Власти Противится Божие Установления А Противящиеся Сами Навлекут На себя Осуждение Толкование Дабы верующие Не могли Сказать Ты унижаешь Нас Подчиняя Начальникам Тех Которые Имеют Получить Небесное Царство Показывает Что Повинующийся Начальством Повинуется Богу Или что Гораздо Страшнее Не Повинующийся Начальством Противится Богу Установившему Начальство А Противящийся Будет Наказан И Богом И людьми Последнее Внушил Сказав Противящиеся Сами Навлекут На себя Осуждение Вопросы Мне кажется Надо Сделать Такой Акцент Понять Что В чем Противишься То есть Если Власть Тебе Призывает К чему-то Не Бога Угодному То есть Противному Заповеди То тут Противиться Ты имеешь Полное Основание Так как Высшая Власть Божественная Тебе Она Выше Чем Вот Эта Человеческая Власть Она Если Заповеди Нарушаются То мы Обязаны Этому Противиться И не Соблюдать А все Что Не Сходится Ну Все Что Как Сходится С Божьей Заповедью То Конечно Мы Должны Подчиняться Книга Откровения Нам Говорит О Власти Удерживающей И Да Коли Говорит Есть Удерживающей Поэтому Не Придет Антихрист Вот Удерживающей Это И Есть Духом Святым Здесь Содержащиеся На земле Римское Право То есть Нравственные Законы Которые Входят В нашу Жизнь И Они Регламентируются Самой Властью Если Они Существуют В государстве Значит Это Власть Власть Если Она Только На бумаге Написана А людей Убивают Непонятно За что Как Было У нас В России Как Было В Кампучии В некоторых Других Странах Там В Китае Некоторое Время То Это Антивласть Приходит Ну Вот Есть Законы Антивластные К примеру О Узаконенное Убийство Аборт К примеру То что Это Оплачивается И Является Не Является Убийством Вот Это Антивластный Закон Причем Кадыров Не Христианин В своей Подменил Этот Закон Самовластно Не Подчиняется Ему Подчиняется Закону Божественному Ему Удалось Это Сделать Он Не Христианин Мусульманин А Наши Христиане Палец О Палец Не Ударили Может Ударили Но Однако У них Такая Симфония Сласть Если бы Они Захотели Они Так же Как Кадыров И Они Будут Отвечать На Суде Боже Почему Кадыров Смог Отменить Этот Закон Российский Живя В России А Вы Не Смогли Деньги Вам Нужнее Апостол Павел Не Говорит Здесь Что Власть Должна Быть Православная Христианская Или Мусульманская Он Не Об Этому Тут Говорит Он Говорит Что Вообще Есть Власти Начальства Общее Понятие Ну Власть Она Остаивает Добро Она Остаивает Зло Зло Остаивая Не нужно Подчиняться Не все Зло Один Закон Там Два Закона Три Мы Не Говорим Что Все Зло Злые Законы Эти Злые Законы Принимает Добрая Власть Какая Добрая Опять Ты Начинаешь Я Утрирую Понятие Доброй Власти Власть Это Уже Противление Богу Власть Власть Это Сила Переводится Как С Какого То Языка Не знаю Точно Сила Сила Она Только Подавляет Это Откаина Все Сделать Города И Всех Закабалить Под собой Чтобы Я Не Работал А Другие Вокруг Меня Работали Но Вот Такой Компромисс Выбран Римлянам 13 3 Ибо Начальствующие Страшны Не для добрых дел Но для злых Хочешь ли Не бояться Власти Делай добро И получишь Похвалу От нее Толкование Чего Чего боишься И Ужасаешься Разве Начальник Бронит Тебя Если Делаешь Добро Разве Он Страшен Для Тебя Если Ревнуешь От Добродетели Напротив Если Ты Делаешь Добро То Начальник Поставлен Хвалить Тебя Он Столь Далек От Того Чтобы Наводить На тебя Страх Что Даже Хвалит Тебя Вопросы Ну вот Это Место Надо Толкование Запомнить Хорошенько О власти Тут Все Понятно Написано И Кто Не знает Что Коммунизм Откройте В Википедии Коммунизм И Читайте Врага Рода Человеческого Будете Знать Хоть Никогда Не думал Что В общине Нашей Нужно Будет Объяснять Кто Такие Коммунисты Волосы Дыбом Тут Становятся Давай Че Тебе За Этих Коммунистов Давай Проговорим О власти Мужа Над Женой Как Ты Ее Исполняешь Римлянам 13 4 Ибо Начальник Есть Божий Слуга Тебе На Добро Если Жи Делаешь Зло Бойся Что Он Не Напрасно Носит Меч Он Божий Слуга Отмститель В наказание Делающему Зло Толкование Он Говорит Содействует Воле Божией Например Бог Советует Тебе Быть Целомудренным И Начальник Предписывает Тоже Законами Бог Увещевает Тебя Не быть Любостяжательным И вором И Начальник Поставлен Судьей Над тем Божией Следовательно Он Нам Поспешник В добрых Делах Если Предаемся Ему Значит Не Начальник Производит В нас Страх Но Пороки Наши По причине Которых И меч Начальника То есть Власть Наказывать Начальник Говорит Не просто Опоясывается Мечом Но для того Чтобы Наказывать Порочных Когда начальник Говорит Когда начальник Хвалит Добродетель Исполняет Волю Божию И когда Употребляет В дело Меч Есть Слуга Божий Защищающий Добродетель И Прогоняющий Порок Многие Делают Добро Не столько Из-за Страха Божия Сколько По боязни Начальников Посему Когда Начальник Защищает Добродетель И Наказывает Порок То Он Божий Слуга Римлянам 13.5 И Потому Надобно Повиноваться Не только Из-за Страха Наказания Но и По совести Толкования Тебе Необходимо Говорит Повиноваться Не потому Только Чтобы Не испытать Гнева И Божия И Начальнического Как Непокорному И Не Подвергнуться Несносному Наказанию Но и Потому Чтобы Не Оказаться Бессовестным И Неблагодарным К благодетелю Великие Благодеяния Доставляют Начальство Государство Ими Поддерживается Благосостояние Наше А если Бы не Было Их Давно Уже Все Не Спроверг Бы От Того Что Сильнейшие Поглотили Б Слабейших Итак Собственная Совесть Твоя Говорит Пусть Убедит Тебя Почитать Тех Которые Доставляют Тебе Столько Благ Римлянам 13 6 Вопросы Прочитанного Понятно Что И Бога Не Боится И Людей Не Стыдиться Здесь Хотя Бо Человек Работник Начальника Стыдиться Будет Что-то По Совести Делать Апостол Призываешь Нужно Не Только Из-за Страх Увольнения С Работы Хорошо Трудиться Начальник Тебя Уволит Или Примии Лишит Но И По Совести Делай Все Как Для Господа Римлянам 13 6 Для Сего Вы И Подати Платите Ибо Они Божьи Служители Сим Самым Постоянно Занятые Толкование Ты Говорит Сам Свидетельствует Что Начальник Благодетельствует Тебе Потому Что Даешь Ему Вознаграждение Очевидно Как Промышляющему О Тебе Мы Не Стали Воплотить Подати Изначало Если Бы Не Знали Что Получаем Пользу От Начальства Проходящее Которое Неутомимо Бодрствует Вместо Нас А Мы Свободны От Хлопот Посему Поэтому И Богу Угодно Чтобы Мы Платили Служителям Его Подати Бог Хочет Чтобы В гражданском Обществе Было Мирно Жили Добродетельно И Поражался Порок А в этом То и служат Начальники Воли Божией Ревностно Заботясь Об Общем Спокойстве Прилагая Неутомимое Попечение О том Чтобы Мы Проводили Жизнь В мире И тишине Если Иной Употребляет Начальствование Во зло То Это Ничего Не Говорит Против Пользы Самого Начальства Вопрос Значит Вот Может ли Христианин Быть Полицейским То есть Он вроде Как Божий Слуга На Страже Закона Он Ловит Воров Грабителей То есть Борется С пороком Ему Естественно Он дает оружие Потому что Вооруженные Там Грабители Вооруженные Там Бывают Нападения И Вроде Как И Божий Слуга Но Убивать Грех Как Быть Не Ходить На Такую Работу Или Там Охранник Например Божий Слуга Это Не Значит Православный И Христианин Божий Божий Слуга Был И Кир Царь Который Дал Строительство Добро На Строительство Храма Соломона Даже Более Того Спасителем Считался Но Он Никак Не Был Верующим В Его Истина Так И Здесь Тоже Это Не Говорит О том Что Все Кто В Правительстве Там Путин И так Далее Они Истинные Христиане Что Там Придерживаются Что Да В Общем Называются Они Божьи Слуги Потому Что Они Начальники Над другими Для Того Чтобы Если В полиции Вот сейчас Я Насколько Я ее знаю И с ней Мы просто Работаем В тесной В тесной Связи В аэропорту Если Ты будешь Христианином Не более Двух месяцев Там Ты продержишься Во-первых Тебя уволят Просто Потому Что У тебя Борода Будет Во-вторых Постоянный Ложь 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 На всем Основном Все протоколы На лжи Записываются Свидетели Всегда Лживые Которые Никто Не видел Но Писать Же Надо Так Сама Бюрократия Бумажная Там Устроена Что Ты Там Постоянно Лог Должен Лгать А христианин Не может Это Поэтому Не более Двух Месяцев Мне кажется Продержится И все Уволят Потом По статье Нельзя Полицейским Быть Потому Что У них Оружие Есть Оружие Нам Носить Нельзя Ни В коем Не Для Показа Ни Для Радости Понятно То есть Божий Слуга Это Необязательно Что Христианин А Именно Что Он Воли Божьей То Воли Божьей Чтобы Был Порядок Спокойствие Люди Не верующие А христиан Охраняют Убивают Воров Игнать Тихонич Пожалуйста Пятая Глава Деяния Апостолов Четвертая Это Захватывает Они Объясняют Кого Больше Слушается Бога Или Человека И вот Она Даже Это Антивласть Но И она Сегодня В одном Месте Делает Что Можно Исполня А в Другом Нет Вот Они Допустим Все Что Были Сексотами Докладывали Друг На Друга Ты Говоришь Я Не был Ты Обязан Смотреть За Ними Ну Как Ты Можешь Это Делать Как И должен Сказать Вкрыть Из-за Христа Как Солженицын Говорил Я Уверовал Я Христианин Делать Так Не Могу Ну Я Уже Беру Органы КГБ Теперь ПСБ Представьте И вот Не Где-то А у Нас В Стране Современной И вот Привезли Туда Президента Владимира Владимировича Путина Ему Показывают И он Смотрит Это Кто Это Епископ Епископ Сколько 15 И что Мы взяли Расстреляли Он Ходит Смотрит Да Не Может Быть Чудовищно Сам Полковник Из КГБ Чудовищно И как Участвовать Никак Власть Пришла Творяй Ворота Восстание Не Поднимай Они Добро Должны Похвалить Они Наоборот Искали Самых Хороших Уничтожали Владимир Соловхин Пишет Поэтому Вылавливали Даже Идут Которые Ну Ущелье Там Кадетское Какое-то И Фуражка Надавливает Они по Фуражке Определяли И сразу Их Брали И расстреливали И сейчас Показывают Как их там А потом Оттуда Как краном Поднимают Грузят Машину И дальше Какая-то Власть Но она Пришла Дальше И на что Ждать Надо Какая Власть Взяли Царских Детей Девочек Расстреляли А теперь Когда Стали Расстреливать Бухарина Зиновия Рыкова Их Детей Поволокли И у Рыкова Кажется Жена И говорит Они За это Лишь Что там Сделали И мы Промолчали Не А это Вопрос Другой Я Немножко Посмотрел Немного Хлебнул И видел Везде Можно Бороться Везде Везде Беспорядок Вот мы Ездили В поездку И вот Когда мы Только Проехали Ростовскую Область И в это Время Обнаружили Банду Во главе Которой Была Женщина Капитан А ей Поднимались Оборотни Останавливали Машины Проверяли С дороги Сворачивали Шоферов Убивали А они Едут На Ну Люди На дальнее Расстояние Как их называют Здесь И наконец Разоблащили Но в тот момент Когда они тут Грабили Они остановили На дороге Нас остановили А у нас Собака Я собаку Беру Они сразу Отступили Отступили Рукой Махнули Ладно Езжайте Нас Бог спас А Когда я Стал сравнивать Когда они Там убивали В этот день Они как раз Убивали Людей Ну Господь Так Открыл Так Власть Это Или Не Власть Конечно Не Власть Вот Больше Всего На Власть Пусть Она Коммунистическая Даже В Китае Выходи Среди Дня Ночи Тебя Никто Не Тронет Из Барнаула Два Велосипедиста У них Долго Ездили Вернулись Говорят Ну Самое Интересное Что То Что Нет Воровства Вот Я Велосипед Оставил Мешок Денег На Остановке Могу Прийти Через Полгода И Никто Не Тронет Вот Как Эта Власть Она Коммунистическая Но Они Заботятся Вот Он Пришел Одну Деревню Снести Ее И Построил Новую Вместо Хибарок Потому Что Ягард Разбогател Черной Металлургии И В Этой Власти Даже При Коммунистах Были Порядочные Люди По допущению Божьей Чтобы Наказать У Ней Кроме Беща И Меща Ничего Нет Тогда На месте Чингисхан И Наполеон Все Оправдывается Но Подчиняться Им Делать Что Они Говорят Ты Сверяй Со Словом Божием Вот Так И Надо Понимать По Попущению Божьей Не От Бога Она Но Бог Ее Допустил Отошел Проси Христос Римлянам 13 7 Итак Отдавайте Всякому Должное Кому Подать Кому Оброк Оброк Кому Страх Страх Кому Честь Честь Толкование Благодарность К начальникам Есть Говорит Неизбежный Долг Твой Отдавай Должное Всякому Кому Вручены Различные Начальствования Кому Следует Подать То есть Подать Поголовное Тому Отдавай Подать А кому Оброк То есть Взнос За землю Тому Отдавай Оброк Но Не одни Только Деньги Давайте Воздавайте И страх То есть Почтение Благоговение И Отменную Почесть Поэтому Присовокупляет Кому Честь Честь Страх Бывает Двух Родов Один Страх Тот Которым Боятся Преступники Страх Происходящий От худой Совести Этот страх Еще прежде Отверг Апостол Другой Страх Тот Который Имеет Любящие К любимому То есть Высшая Степень Почтения Как сказано Нет Скудости У боящихся Его Псалом 33 10 И Страх Господень Чист Пребывает Вовек Псалом 18 10 Здесь Разумеется Благоговение А у нас Принято Что не Фирма Везде Уголтера Скрывают Налоги Тут уже Говорит Что С любовью Эти Налоги Платятся Ну Не знаю Как-то Не принято У нас С любовью Налоги Платить То ли Налоги Слишком Большие То ли Так Воспитаны Что Недоверие К этой Власти Или Что Брат Это же Говорится О верующих К верующим Говорится Да А ты О бухгалтерах Каких Говоришь Ну Нет Я говорю В общем Ну Что Верующие Бухгалтера Что Тоже Как-то Там Пытаются Уменьшить Хотя Я просто Говорю У нас Менталитет Такой Не Верующий Конечно Надо Коммунисты Нам оставили Наследие Все На лжи Вся Бюрократия Все Писанина Основана На лжи Вот Допустим У меня В геологии Я пишу Отчеты И что Если я Все правду Буду писать Такая Галиматья Будет Я Подделываю Ее Как надо Чтобы Было Красиво Все А по Другому Как К Путину Что ли Ити Из-за Нашего Мелкого Предприятия Рассказывать Что Это Не так Это Не Эдак Меняйте Законы А они Вообще Не нужны В геологии У нас Пожалуйста Видите Тут требуется Рассуждение Я По своей Биографии Расскажу Восьмидесятый Год Меня Арестовываются Сажают Я Не поверю Ни в чем Но я Это Принял Как Дар Божий В тюрьме Нельзя Пройти Туда А я Среди Ни День И Ночь Я Там Проповедую Люди Каются Следователь Обратился Начальник Тюрьмы Меня Вызывает Беседуем Это Это Бога Но Это Не Все Соломон Говорит Если Пути Человек Угодны Господу Он И Врагов Его Примеряет С Ним Беру Момент Вдруг Верховный Совет Президент Верховного Совета СССР Выносит Решение Всех Политзаключенных Выпустить Нас 210 Человек Выпустили 15 Марта В 87 Году Вышел Указ А 25 Я уже Был На Свободе Это Еще Не Все Я Вышел Но У меня Еще Нет Я Подаю В них Бог Располагает Никого Представитель Президента Шуба В Алтайском Крае Шуба Николай Михайлович Афганец В Афгане Был И Он Не Очень Принял Участие А Его Богомолов Боголюбов Богданов Тоже Из Габанин Смелый Такой Все Документы Теряются Он Пошел Как Теряются Ну-ка Сиди В кабинете Пошел Где-то Долго Был Пришел Все Документы Принес Они Потеряли Якобы Еще Что Придумали Дальше Я Обращаюсь И Вдруг Обращается Ко мне Лицом Мэр Города Входящий В десятку Лучших Мэров России Баварин Владимир Николаевич Близко Знакомца Завожу С прокурором Края Генерал Лейтенант Пороскун Юрий Педорович Начальник Юстиции Проценко Генерал Лейтенант И Бывшая Первый Секретарь Центрального Района Ремнева Надежда Степановна И она И она Вступается За меня И говорит Прекратите Безобразничать В отношении Лапкина Вернуть Все на досмотр Я выиграл Этот процесс 11 лет Он шел И вдруг Господь дал Председатель Районного Суда Он за меня С ним ходили вместе Эти расценки Узнавали Где-то Лир Фамилия Лир Иван Иванович И все Сошлось Судебный Исполнитель Арестовывай Все счета Пока не рассчитайтесь Я получаю Два домика Где мы находимся Господь испытал А потом Людей нашел И Когда в Алтайской Правде Была статья Я там отвечаю Мы показали Пример Не проклинать Власти надо Которые от Бога Установлены Но они Смягчаются Они говорят Они через вас Хотят рай получить Они нагрешили Урвали А вы тут Перед ними Я говорю Я их вижу Лица Да Баварин был Парторг Моторного завода Он другой стал Он приезжал Когда мы храм Тут делали Близкие отношения Ни одной просьбы Не было Чтобы он не удовлетворил Вот так Там Бог Испытал Меня только Я привезли В тюрьму Один говорит О Второй раз попался Вот тебе там Была семинария А теперь ты у нас Будешь академию проходить Я это взял за основу То есть я должен брать выше Вот все что они делают Сажают Вот Ричард Вурмбранд Найдите Посмотрите В Румынии был такой Ну по ихному там Какой-то он такой Сехти принадлежал Ну какой он герой был Как мучили его Руки назад сковывают И говорит Не снимаю такого Ни день Ни два Неделю Как хочешь ты Мощись Все что остальное А жену его Сабина Ее там привязывают И бросают В Дунай А там вылавливают ее Сыновей уничтожают А потом Палащ оказался За столом Он не знал У кого будет И она ему сказала Он чуть не подавился И она говорит Я благодарю Бога за все Я с этим Ричардом Вурмбрандом Переписывался Как вот С этим Рамзаном Ахматовичем Кадыров У меня благодарность есть Это люди Как будто к этой власти Но не тут-то было Бог для нас Совсем по-другому делает Они делаются другими Я написал Я вижу их глаза Потом признавал И тех Когда меня сажали И этих Так вы лицемерите Зачем Не лицемерю Я открыто им все говорил Ну с Богом Римлянам 13.8 Не оставайтесь должными Никому ничем Кроме взаимной любви Ибо любящий другого Исполнило закон Толкованием Иные долги Иные долги Говорит Отдавайте Но любовь Не желайте Никогда Выплатить Может быть Не жалеете Здесь опечатка По смыслу Все правильно Не желайте Не желайте Никогда Выплатить То есть всегда Ты будешь богатый И потом закроете Вот крестик Так подожди Ибо заповеди Не прелюбодействуй Не убивай Не кради Не лжесвидетельствуй Не пожелай чужого И все другие Заключаются В всем слове Люби Ближнего Твоего Как самого Себя Толкование Кто любит Ближнего Тот исполняет Закон Поэтому Каждый Должен Любить Ближнего Своего Потому что Получает От него И от любви К нему Столько Благодеяний Что Исполняет Весь закон Не сказал Дополняется Но Заключается То есть В этой заповеди Сокращенно Заключается Весь состав Заповедей Ибо Начало И конец Добродетели Есть любовь Далее Закон Требует Любви В высшей степени Любви Говорит Ближнего Как самого Себя А Господь Наш Требует Большего Внушив Чтобы мы Любили Ближнего Более Нежели Себя Ибо Научает Полагать За друга Душу Евангелие От Иоанна 15-13 Нет Больше Той Любви Чем Кто Душу Положит За Друзей Своих Вопросы Вопросы Временам 13-10 Любовь Не делает Ближнему Зла Итак Любовь Есть Исполнение Закона Толкование Когда Говорит Что Любовь Не делает Ближнему Зла Обозначает Что Она Есть Воздержание От Зла А Словами Любовь Есть Исполнение Закона Указывает Что Она Есть Делание Добра Итак Любовь Совершает В нас Добродетель Указываем Законом Во Все Ее Полноте Понятно Любовь Это Не просто Не делать Зла Но и Творить Добро Еще Совершенная Любовь Сектанты Не любят Местописание Это Очень Сильно Потому что Тут написано Что Любовь Есть Исполнение Закона А Они же Против Закона Вообще Любовь Любовь Это Вера Во Христа Есть Высшая Добродетель Они Никак Не могут С исполнением Закона Соединить Анатолий Православный Сегодня Тоже Давал Вопрос Православный Тоже Сегодня Тоже Самое Не хотят Колонны Соблюдать Да Хотят Просто Чего Не хотят Да Они просто Ничего Не знают Вот и Все Эти Так Называемые Православные И Знать Соответственно Не хотят Это же Хорошо Никогда Ты Не знаешь Открою Сейчас Канал Спас Или Союз Что там Сейчас Идет Ответ Священника Елки Игрушки И так Далее И так Далее Я утром Сегодня Зашел Евангелие Читал Мужчина Не бритый Но в галстуке Я так Удивился Еще Часа два Наверное Подряд Читали Но при этом Реклама Кажда И там 15 минут Реклама На спасе Могли бы Как-то С народа Денег Собрать Рекламу Отключить Нет Гонят И гонят Так Римлянам 13.11 Так поступайте Зная Время Так поступайте Зная Время Что наступил Уже Час Пробудиться Нам От сна Ибо Ныне Ближе К нам Спасение Нежели Когда Мы Уверовали Толкование Вы должны Весьма Высоко Ценить Любовь А через Нее Все Прочие Добродетели Таково Уже Время Близок День Воскресения Близок Суд И нам Должно Пробудиться От сна Неродения И быть Готовыми К делам Достойным Воскресения Вероятно Они Вначале По обращении Своем Были Ревностнейшими А потом С течением Времени Охладели Поэтому Говорит Теперь Мы Ближе К будущему Веку Ибо Его Разумеет Под Спасением Назвав Его Так С лучшей Его стороны Потому Что Для Грешников Он Не Спасение Но Погибель Приближаясь Будущей Жизни Мы Должны Усилить Своё Внимание И Это Показывает Далее Римлянам 13 12 Ночь Прошла А День Приблизился Итак Отвергнем Дела Тьмы И Обличемся В оружие Света Толкование То есть Ночь Скоро Кончится Например Положим Что Ночь Состоит Из 12 Часов Когда Пройдет 10 Часов То Говорим Что Ночь Кончается Вместо Прошла Близка К концу Ночью Называет Настоящий Век Потому Что В нем Многие Находятся Во тьме И Житие Каждого Покрыто Тьмой А Днем Именует Век Будущий Как По причине Светлости Праведных Так И Потому Что Когда Откроют Так И Потому Что Тогда Откроются Тайны Всех В Евангелии Днем Называется Настоящий Век Потому Что Во время Его Должно Делать А ночью Именуется Будущий Век Потому Что Тогда Никто Не Может Делать Это Евангелие От Иоанна 9.4 Там Наоборот Ночь И День Понятно Делами Назвал Греховные Действия Как Нечто Трудное Сопряженное С великими Неудобствами Подверженное Тысячам Опасностей Даже В нынешнем Веке Оружием Света Наменовал Действия Добродетельные Ибо Они Поставляют Имеющего Их Как оружие В безопасности И делают Светлым Как оружие Света Словами Отвергнем И обличемся Показал Удобство Того И другого То есть И удаление От злых дел И обращение К добродетели Как Нетрудно Отложить Одежду И обличься В другую Так Возможно Удалиться От порока И воспринять Добродетель Вопросы Однако Не всем Так Просто Отложить Вот это Вот Порочные Вот эти Дела Это Нужна Сила Духа Святого Чтобы Даже Бросить Курить Или Пьянство Бросить Не может Человек Сам Бросает Потом Опять Человекам Это невозможно Богу Возможно Все То есть Если человек Искренне Верует Искренне Прочит У Бога Помощи Он Силен Избавить Его От Любого Греха Ибо Он На Кресте Смертью Смерть Попрал А Смерть Это Возмездие За Грех Смерти Нет Он Победил Мы Подражая Ему Веря Ему Тоже Можем Избавиться С его Помощью При этом Закон Надо Соблюдать Сектанты Видишь Я верю Закон Соблюдать Необязательно Вера Тогда Пустая Вера Без дел Мертва Мертвая Выше Сказал Так Это Че Римлянам 13 13 Как Днем Будем Вести Себя Благочинно Не Предаваясь Ни Пированием И Пьянству Ни Сладострастью И Распусту Не Ссорам И Зависти Толкование Выше Сказал День Приблизился А теперь Показывает Что Он Уже Наступает И Учит Вести Себя В нем Благочинно Благочинством Привлекает Тех Которые Много Уважали Славу Народную И Не Сказал Ведите Себя Но Будем Вести Себя А делая Своё Упование Сносным Ибо Ничто Так Не Безобразно Как Грех И Ничто Так Не Доставляет Благообразие Как Добродетель Не Пить Запрещает Но Пить Без Меры Не Употребление Вина Но Пьянство Пированием Называется Состояние В пьяном Виде Соединенное С обидами Что Называется Также Бесчинем В пьяном Состоянии Сказав Прежде О пьянстве Теперь Говорит О происходящем От него Зле Ибо Распутство Происходит От пьянства И здесь Отсекает Не сообщение С женщинами Но Блуд Угасив Зло Рождающееся От похоти Подавляет Теперь И то Зло Которое Происходит От гнева Ибо Ничто Так Не Вожигает Похоть И не Воспламеняет Гнев Как Пьянство И бесчиня В пьяном Состоянии От зависти Происходит Рвение Или ссора Потому что Завидующий Другому Доходит И до Ссор Посему-то Отъяв Ссору Восходит И к началу Ее Зависти Поминает же О ссоре И зависти Вместе С распустом Потому Что От последнего Происходят Брани И Превращение Домов Вопросы Римлянам 13 14 Но Облекитесь В Господа Нашего Иисуса Христа И Попечение О плоти Не Превращайте В похоти Толкование Совлекшее С нас Одежду Греховную Украшает Наконец Нас Облекая Нас Уже Не В оружие Света Но Что Более Может Ужасать Делая Одеянием Нашим Самого Владыку Кто Облечен В эту Одежду Тот Имеет Всякую Добродетель Не Запрещает Попечение О теле Но Похоти Заботься Говорит О теле Для Здоровья А не Для Непотребства Ибо То Было Бы Не Попечение Когда Ты Вожжег Пламени Распарил Печь Во Вред Себе Старайся Только О том Чтобы Иметь Тело Здоровое А что Сверх Того О том Не Заботься И Не Возжигай Похоти Тело Но Все Тщание Обрати Но Все Тщание Обрати К Духовному Вопросы Вопросы Ну здесь Какие Попечения Плоти Плоти Что нам Нужно Одевать Греть Питать То есть Одежда Должна Быть Пропитание И Крыша Над Головой А вот О Похоти То есть Одежда Богатая Обязательно Нужна Быть Дорогая Непростой Домодворец Трехэтажный Вот Непростая Скромная Пища Деликатесы Вот Это Все Похоти От этого Нам Апостол Павел От этого Нас Ограждает Глава 14 Первый Стих Немощного Верия Принимайте Без Споров О мнениях Толкование Многие Изувировавших Угдеев И после Обращения Наблюдали Различия Яств Воздерживались От свиного Мяса И не дерзали Совсем Отстать От закона Потом Чтобы Не обличили Их В том Что воздерживаются От одного Мяса Свиного Воздерживались Вообще От всякого Мяса И питались Растениями Другие Были Более Совершенные Не наблюдали Ничего Подобного И были Укоряемы От наблюдающих Павел Опасался Чтобы совершенные Обличая Несовершенных Неблаговременно И ненадлежащим Образом Не отклонили Их от веры Христовой Поэтому Мудро Приступает К делу Заботясь о пользе И с другой стороны Он Не отважился Сказать Укоряющим Вы худо Делаете Дабы Не утвердить Несовершенных В наблюдении Ими обрядов Не отважился Так же Сказать Обличителям Вы хорошо Делаете Чтобы не Сделать Их В нападках Сильнейшими Напротив Предлагает Увещание Приспособленное К тем И другим Его Обличение Направлено Казалось бы Более Против Сильнейшей Стороны Но В самом деле Вся сила Падает На Немощнейших Ибо Тотчас Выражением Немощного Показал Болезнь Таковую Когда же Говорит Принимайте Немощного То указывает Нужду В великом Попечении Для них Что и Есть Признак Крайней Слабости Их Далее Без Споров О мнениях То есть Не осуждайте Его За немощ Не соблазняйтесь Не смущайтесь Многими Помыслами Но всячески Старайтесь Уврачевать Его Как Немощного Зачем Брат Игорь Будем Свинину Защищать Как Сильнейший Или Или Немощных Оставим Уж Думаю Пусть Они Траву Едят Не будем Их Судить За это Строго Что это За защита Свинины Ну Я помню Раньше На занятиях Ты все Это Свинину Защищал Игнать Тихо Осуждал Апостол Нас Павел Как бы Примеряет Не укоряйте Друг Друг Я не это Говорил Я говорил Что Не только Свинину В жертву Приносили Жертвенное Мясо Не только Свиное Было А вообще Жертвенное Было Понимаешь Опять Или нет Или все Опять У тебя Не там Звон Идет Ну Вот Здесь же Немощного Верия Принимайте Без спорных О мнениях Здесь же Не об Неложертвенном Говорится Здесь Говорили Что они Воздерживались От свиного Мяса Как от Нечистого По закону И свинину Есть Не полагалось По ветхому А по новому Закону Что Бог Очистил Того Не почитай Нечистым Так там Так говорилось Не об этом О язычниках Не Иудеях Говорилось О язычниках А язычникам Было Все равно Жертву Приносить Какое мясо Хоть павлина Хоть Соловьиные Язычки Хоть что Причем Тут свинина Опять же Я говорю Говорилось Об идол Жертвенном Там Где мы Говорили Про это А здесь Вообще Не об этом Говорится Здесь Говорится О законе По закону Что свиное Мясо Нельзя было Есть Иудеям А Игнатий Тихоныч Просто говорил Под себя Что не есть Свинину Именно свинину Сейчас Не есть Ее А я Говорил Что Причем Есть Это Это Вообще Об этом Не говорится Говорится Вообще Об идол Жертвенном Ну Он то Не ест Причину Не по причине И доблажет Чтобы Не подавать Соблазна Мусульманам Которые Не едят Свинину И Не едят Они немощные И все Слава Христу Великолепно Я тоже Не ем свинину Римлянам 14 2 Так Все Час Прошел Давайте Вопросы Слава Христу Слава Христу У меня вопрос Можно? Давай у меня по римлянам 13 10 любовь не делает ближнему зла и так любовь есть исполнение закона я чуть-чуть там пропустил поэтому как бы не особо понял про закон о любви закова просто в чем состоит что такое закон любви да 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 что вот именно ибо так так 13 10 римлянам он перечисляет прямо и так любовь есть исполнение закона а вот на на экране увидел и так любовь есть исполнение закона то есть получается как а то есть растолковать толковать не надо надо просто поступать и все еще толковать тут неисполнимый закон природе нет такого закона чтобы я любил врага о чем заключается в голоде накорми это по силам да но кроме того то ведь и пройдет время час назад оглядываясь там были 20 надо 30 а человек-то умер а если он не прощенный и поэтому сегодняшние какие-то неприятности которые доставляем один другому с позиции 30 лет и того меньше они уже скажутся мелкими ненужными я мог там уступить а уже с позиции вечности вообще лицо только закрыть и упасть да еще же я днулся да я грозился да я умру тебе не прощу вот такие есть рассказы диаконы священник распорили и получилось так что один из них погибает сказал я ему не прощу не всем веке не в будущем но диакон просит прощения заболел почему они когда служили он священника возьми да и спроси вот мы спорим это диакон говорит что ты не прав а я говорю он не прав я семинария заканчивал академию но и ангела спрашивает а кто из нас прав он гридиакон а почему тогда ты на литургии стоишь тут со мной прислужишь он говорит я служу как бог повелел а люди наущаются друг от друга вот так что не привези не презирай никого и вот теперь этот про не простил умирает а тут стал здоровый болящий который простил то это сразу евангел поразил мечом священника на то два разных случая соединяю их и вот в этом исполнении любви да полюби да умрем мы сегодня да какие наши разногласия да что я значит да промолчал да отошел но он не прав был но тем более ты знаешь на твоей стороне правда тебе вообще не о чем беспокоиться только о нем вот этот кикабинзе поет то мои года моего богатства это очень здорово когда начинаешь думать я тогда бы поступил может и не так где-то назначил срок какой а сейчас как-то утряслось и все я даже не сам не знаю этого назначают срок осмысления того что бог дает знать и главное это любовь а как можно любить когда еретики тем более а что у нас общего с ними златоуздать все и кровь у нас одна от адама с евой днк сходится земля солнце воздух все одно и то же и вот по адаму с евой мы родня близкие родные братья со всеми кто на земле какое бы вероисповедание и подчинила его себе и вот так рассуждаю в спокойствии то ты увидишь сколько энергии сохраняется и когда ты несешь говоришь кто-то глупости сделает оскорбить тебя всячески ничего это не значит я же делаю для господа мне говорят вот вы книги развозили а их выкинут я говорю а моя при чем здесь ну как же такой труд положили они расписались на бумаге библиотекари что будут хранить будут выдавать я поручил господу он мне позволил это сделать они не мои и поэтому он сам пускай и смотрит я сделал что мог и у меня на душе спокойно один говорит а тут кочегарку ваши книги приносили может быть и так евангелие сжигали библии выбрасывали однако их раздают надо научиться все делать просить у бога сделать желанием вот муж и жена вообще обязанность труднее конечно мужа ему дается указание любить какая бы она ни была любить любить это запредельно высоко и грани нету а ей послушание она не любит ничего она может ей не заповедано любить так как человеку если она не права муж подскажет он рядом а если я не прав меня глава христос а он то ли ответит то ли нет а может дьявол мысль пошлет то есть я фактически остаюсь сам по себе хоть и говорится что он глава мне христос но каждый скажи глава глава ну и как когда ты с этой главой разговаривал что ты молитву то произносим она может быть до потолка еще не дошла жене легче спасаться а спасется еще чадородие если прибудет в вере а тебе все ездит везде добывает соблазны разные женщины вот наши я гляжу тут у нас приходят какие они благообразные как они одеты и интересно никогда к такой женщине вот не возникает чувство греха просто радость и так научились эти разделения это делать люди думают щегольной чем больше бесстыдства покажет а это еще не дает а вот так одеты как чистые белые голубицы это что-то и думаю что бог удостоил меня при моей жизни видеть что женщины эти покорились вере а может у них мужей нету они имеют значение она прекрасная во всех отношениях это надо не бояться говорить а почему и ты любишь их конечно я люблю их по-братски это мои сестры как их сохранять в первый счет это молитва вот так рассуждая в тишине и ты увидишь как хорошо любовь вот такой ответ на тринадцатую главу покажу превосходнейшее это речь шла о любви все вопрос еще спасибо Христос Игнати слава Христос спасибо Христос у меня плохое изображение потому что заказчика идет мне никак нельзя то останавливать а то что она иначе пропадет но главное то не в этом что видно не видно вот представь себе вот я просто похвалюсь хвалящееся хвалить господом я все эти годы молился господи пошли мне добрых помощников наставников и советников и у меня самое сокровище большое на сайте на форуме на мэйл.ру твиттеры там фейсбуке контакты там и где таки нету самое ценное на сайте вопросы и ответы и они 4124 но сойдется это или нет и вдруг сразу Бог дает двенадцать помощников я не успеваю ставить они работают насчитывают и все вот сегодня я рекордное число у меня выставилось за один день только держите чтобы не упасть пятьдесят три ролика пятьдесят четыре за один день ну я за компьютер сел еще двенадцати не было ночи ну а в четыре сорок уже остальные встают на молитву и днем не ложиться радость такая пятьдесят четыре ролика да кто их будет смотреть в магазине товары все выставляются и люди ходят иногда не берут а иногда раза два пройдет довернется и купит так и здесь меня не будет но они уже распакованы вот если Господь позволит закончить то я знаю у меня есть тут люди которые занимаются вы распределите их по плейлистам может кое-где надо будет переначать немного впереди каждого ролика какое-то слово поставить чтобы легко можно было найти сейчас не до этого но картинки ставим все отдельно и очень необычный сейчас идет youtube у меня те дни я ставил по 33 по 35 а сегодня 54 это вы воображаете что это такое в плейлисты я распределяю заранее да вы ставите я в течение дня распределяю он сейчас по плейлистам они распределяются это любовь вот вы ответы когда будете считать на основании библии отвечается святых отцов канонов и житий святых и мировой поэзии это чего то стоит я их своими трудами признать никак не могу насколько они выше моего уровня но Сергей Павлович утром считает я на шаг боюсь отойти не пропустить вопросов вот я не пойму что у нас тут мона ради а все сделать фотографию вам вопрос задают вот женщин говорите громче не слышу даже громче что значит не раздражайте детей своих что входит в это понятие что входит в это понятие чем мы их можем раздражать ну как сказать надо всему меру знать ребенок он очень тонко чувствует даже его наказываешь когда и он знает и соглашается ну кто-то скажет да можно говорить ты попробуй пробовать не надо 48 лет детский лагерь вы найдите в интернете чтобы человек сам создал лагерь без помощи государства и люди приезжали из других государств взрослые приезжали у нас с бразилии с аргентины америки дети с канады привозимы были я уж не говорю германия франция для нас это как соседи и поэтому ко всем не подделаешься у меня есть старые обрядцы православные были католики разные национальности цыгане и евреи но все месяц пройдет все как одна семья детей раздражать не надо она не должна знать границу за которую нельзя заходить и поэтому у меня такой устав был что нарушить его делалось невозможным в келью по одному не заходить а если двое по разрешению только воспитатели все за столом не разговаривать вещи забыли дежурные даже принести их отдать тому кто забыл а он должен покинуть стол и три раза вокруг лагеря бежать махать этой кофтой своей или там рубашкой и кричать я забываю вещи за станом а что не успел за три то уже первое второе значит сухари остались я их быстро привлечаю и они обижаются нет я их не топчу ногами у нас дети особые как будто были распрямились я старался создать стопроцентную защищенность ребенка хотя у меня было физическое наказание власти умирали от этого приезжали осмотр детей кандидат медицинских наук ничего нету ни одного пятнышка так вы наказываете или нет наказываю а почему говорят не наказываете уберите из устава не уберу это мое право он должен иметь страх переходит через границы я его накажу он даже платочки нет он должен бежать до тополей метров 150 туда и обратно это во время обеда не успел что не твое все память пришита а родители говорят везде все забывают пришел домой в портфеляне а они там дорога играли в хоккей он ворота обозначил сумкой своей да и пошел и забыл а у меня ничего не забывают и так зря не огорчайте детей не приставайте я сурово как будто поступаю а на самом деле когда исследуют как игумен Кирилл Сахаров были профессор психологии Горюхина там другие приезжали они видели расспрашивали всегда а как ребенок бывает обожается бывает но только это будет погашено я ему разъясняю в церкви он разговаривал или что-то еще он наказан будет наказан так что он рад еще раз попасть на это вот представьте вот я тут рассказываю написано вернулись один ребенок плакал ну и мы домой охота первый раз из дома выехал плакал в храме плакал и когда вернулись я говорю ты плакал плакал он ждет наказание я говорю видите у нас молитва ценная когда со слезами поэтому дайте ему пирожки особые зернышки семечек на меду там даже во рту тает и все отзываются я тоже буду плакать я буду плакать но на завтра вернулись из храма кто плакал не один я надувался и все и никак не плащется а на лице улыбка и как будто бы строго и в то же время не так мальчик не идет я не могу идти я заболел а мы идем батюшки фильмы смотреть я вытащил военную палатку мы его положили за края взялись и несем а он здоровый такой а дети маленькие выцепились за палатку и он говорит да я уже вызовел отпустите меня я пешком пойду дети они это понимают и я скажу что отношение детей ко мне было трогательным когда с операцией меня везли так они ночью во втором часу ночи никто еще не спал в деревне меня встречали а когда вернулись из поездки они с российским флагом шли и песни пели я хвалюсь Господом я знаю как с детьми обращаться а нарушали ли сами свои правила думаю что нет никто на это не укажет с детьми надо разговаривать серьезно как это будет в вечности выглядеть как уезжают как прощаются колокол ударит родители все обдумано все какая тишина ложатся спать не звук а если заговорят все будут виновного они не выдают значит все молодец и комаров кормить и дальше известно как любовь вот психиатр тут была она и написали движущая сила в лагере стана тире с большой буквы любовь ну все еще вопросы спаси Христос слава Иисусу Христу ну что никого нету разбежались все наверно двадцать восемь человек все здесь да смотри что может и не все тут но человек то десять все равно есть вот помните это слово любовь любовь это не щасюканье это не на придыханиях основана а по делу да можно прочитать толкование вот здесь давай это официана официанов 6 глава 4 стих и вы отцы не раздражайте детей ваших но воспитывайте их в учении и наставлении господним толкование не сказал любите потому что этого даже помимо их воли требует от них природа но не раздражайте то есть не лишайте их доли и наследства не тесните их грубо обращаясь с ними не как свободными а как с рабами и постоянно будьте терпеливы к ним вот то что Игнатьич привел к примеру все эти восходит к началу и основанию покорности и указывает отцам каким образом они могут сделать своих детей послушными ибо если ты говорит желая чтобы дети слушались тебя воспитывай их в слове Божием и не говори что дело монахов читать божественное Писание ибо это долг всякого христианина и особенно живущих в мире поскольку нуждаются они в большой помощи как живущие посреди житейского волнения равно как и для тебя нужно чтобы дети слушали Писание и всего ведь они могут узнать что чти отца твою и матерь твою затем ты воспитываешь сына на эллинских сочинениях из которых познается все самое худшее а ужели не будешь питать его словом Божиим вопрос стоит тут в конце все начинайте с любовью когда ли человек что то делает посмотрите как он дом убрал какие у него наличники бывает так разукрасит но в дом заходить боязно любовь и вот с детьми тем более не переборщить надо пройти золотой серединой и ребенок подводит итог когда уезжает стоят родители вплотную ко мне он подальше с ними рядом и теперь можешь сказать был ли наказан несправедливо теперь ты меня уже не боишься и так не один день и не два и так он делается другом все договариваются молиться за отъезжающих и они молятся о нас ежедневно занятия утром вот я вам скажу вот допустим вы знаете у нас трехтомник нового завета толкования по которому он проходит вы так возьмите корочки посмотрите закладочки света российского флага какое округление корешка какие густавы даре репродукции как это все раскрашено графика это сколько там заложено с какой любовью издано все и когда люди берут в руки буквально ну смотрят и это вы сами издали нет больше помощи никак вот все абсолютно все какие шрифты пять шрифтов кажется разным и мало того еще 297 комментариев даю и три книги и какие добавлены стихи каждый том 752 страницы это надо было все подогнать я даже сейчас вспоминаю где-то мы по реке любви плыли когда издавали нужно чтобы нашелся кто-то богатый и на меня вышел и я ему тогда отдам все в гранки фотографии все чтобы они глядя на наш показали издателям и они могли так издать конечно тираж надо большой делать а у нас всего было после черно-белого второй раз издали две тысячи экземпляров ну какой это тираж надо сделать большой так что сейчас кто желает иметь трехтомник он кончает а то только комплектом со всеми книгами для человека у которого есть деньги ему это нужды нету тем более мы новых заветов бесплатно раздали бесплатно больше тысячи больше пятидесяти процентов а из тех что сейчас за деньги бывают деньги и в руки не попадают чтобы не было думы никакой деньги уходят сразу на нуждающихся потому что своими мы их не считаем а поставлены только смотрителями разумно распределить вспоможатель называется ну что вопросов нет да видите как все хорошо а у тебя сергей павлович Нестор у тебя или он из дома присоединяется из дома вот я вот сейчас посмотрел на Сергея Павловича у него позади российский флаг вот то объяснение которое я даю я его нигде не брал я просто молился а любовь моя какая-то особая к нему теперь уже я имею объяснение что равному российскому флагу нету и не было в мировой практике это для любой веры как говорят конфессии для любого времени для всех национальностей он этот флаг годится это знамение немая проповедь Евангелия родились в крови помышляйте о небе и будет перенебелый престол и все это к небу по восходящей идет флаг этот придумать нельзя кто это дал такой флаг это тоже от Бога я это говорю вам чтобы вы могли знать где проповедь звучит незримо мы ее не слышим ну что ничего нет Сергей тогда давай прощайся да и все у нас нет необходимости десять лет занимать я тут своим делом займусь поесть недостойно прославлять тебя Богородицу всегда блаженную и непорочную и Матерь Бога нашего ты достойна большей почести чем Херувимы ибо славе своей несравненно выше Серафимов ты без нарушения чистоты родила Бога Слово и как истинную Богородицу мы тебя увеличаем я тут никого и не вижу больше я не знаю кто тут есть пускай Евгений Изотов помолится Господи благодарим тебя за сегодняшнее собрание благодарим тебя за слово твое живое светлое и чистое честное благодарим тебя за свет который ты нам открыл во тьме нашей греховной даруй нам веру крепкую и непоколебимую также прими наши молитвы во славу твою слава отцу сыну и святому духу аминь аминь спаси Христос спаси Христос аминь спаси Христос аминь спаси Христос братья кто выучил кто хочет показать свои силы можете остаться и рассказать стихи которые вот мы уже у нас два стиха